Уважаемые подписчики, друзья нашего канала, всем отличного настроения, побольше энергии. Сегодня мы поговорим о такой теме, как добиться успеха в этой жизни. Когда мы приходим на эту планету, естественно, мы развиваемся, на нас воздействуют родители. То есть, какое образование у родителей, какое развитие у родителей. Они на нас действуют, на нас действуют школы, университеты, матрица, в которой мы находимся. Нам внедряют различные клише, различные штампы, о которых мы думаем, в которых мы живем. Проецируем этот мир через эти штампы и клише. И зачастую это очень сильно нам мешает. Когда нас воспитывают, нам ставят очень много ограничений. И вот эти ограничения, они могут сильно повлиять на сознание ребенка, а потом, естественно, взрослого человека. То есть, ни в коем случае не надо прививать страхи. То есть, родители должны очень внимательно смотреть, что они говорят ребенку. Как они с ним проводят время. Как они воздействуют на какое-то состояние, когда что-то ребенок очень сильно хочет, а вы хотите ему не дать. Как выйти из этой ситуации? То есть, это очень сильно влияет. Школа влияет сильно, университеты сильно влияют и так далее. Общество влияет. Это очень важно. С самого детства идет развитие и впитывание информации об окружающем мире. Естественно, умные люди не нужны нашему правительству. Умные люди не нужны тем силам, которые управляют. Они нужны люди, которые думают глубоко. Поэтому такие люди, как бы, они не могут добраться до нужной информации. Обязательно нужно интересоваться теоретическими знаниями, в том числе и эзотерикой. Обязательно нужно интересоваться питанием. Для большинства людей подходит веганство, вегетарианство. То есть, нужно знать, как на него грамотно и качественно переходить. Обязательно нужно интересоваться космическими законами. Они есть в свободном доступе. Их рекомендую изучить всем. Чтобы вы понимали, как это все работает. Потому что большинство людей тянут одеяло постоянно на себя. Даже взять соседей, которые где-то в деревне, на даче. Либо в собственный дом где-то, в каком-то поселке. Либо в городе, где есть частная застройка. Даже просто посмотрите, как ведут себя соседи ваши. И вы все будете понимать. Что в первую очередь они все хотят на себя тянуть. Косят траву вам спать, не дают. Стучат, гремят. Траву сжигают на территории. И вот этот дым идет в ваше окно. Эти люди, естественно, не знают космических законов. Никогда этим не интересовались. Поэтому так же, как они относятся к вам, так же и потом вселенная относится к ним. Это очень важно для понимания. Очень важно работать со своей осознанностью. То есть именно ловить себя на мысли, что вы живете здесь и сейчас. Что вы не где-то в прошлом. От прошлого, кстати, отцепляться надо. Я много раз это говорил. Жить сегодня и смотреть в недалекое будущее. Но осознанность она не просто так приходит. То есть нужно время, чтобы оно пришло. Чтобы вы свой мозг сделали пластичным. Мозг должен быть пластичным. То есть он должен открывать все возможности новые для вас. То есть не делать в жизни такие вещи. Все, я хожу только в этих джинсах. Все, я уважаю, что так должно быть. Я смотрю на эту вещь только вот так. Я смотрю на эту ситуацию только так. Это неправильно. Нужно от всего этого избавляться. Даже если что-то вам непонятно. Не нужно это осуждать, прессовать, негатив распускать. То есть вы просто оставляете эту ситуацию пока что где-то там в подсознании. Когда вы уже соберете все пазлы вокруг себя. Старайтесь о том, о чем вы не знаете, что-то прочитать. Что-то новое узнать. С разных точек зрения. С философской точки зрения, с эзотерической, с научной точки зрения. Что в голове у вас сформировалась некая база знаний, которая помогает вам двинуться дальше. То есть быть открытым этому миру это очень важно. Стараться уходить от негатива. Смотреть меньше новостей негативных. Делать все то в жизни, что вызывает у вас какие-то страхи, негатив. Убирать это все максимально мыслить позитивно. Даже если может быть мир еще не такой позитивный вокруг нас. Но стараться это делать, а тогда у вас уходят ограничения. То есть от вас отлипают ненужные вещи, которые у вас находятся в вашем сознании. Которые блокируют ваши энергетические каналы. Поступление энергии, отходят энергетические паразиты, отваливаются непонятные люди от вас и так далее. Тонкий план очень важен для нашего мира. То есть он скрыт. Многие в это не верят, но вот это неверие надо выбросить. Вот это неверие, оно мешает вам. Неверие в медитацию, неверие в йогу, неверие в эзотерику. Понятное дело, что каждый понимает этот мир по-своему. И может трактовать многие вещи по-своему. Кто-то примитивно, кто-то более глубоко. Кто-то интересно, кто-то не очень интересно. То есть постоянно нужно что-то новое пробовать. Неважно, будь то специальность какая-то. Какие-то вещи в семье, например. Что-то новое почитать, как воспитывать ребенка. В тупик зашли семейные ситуации. Значит пробовать какие-то психологические моменты с женой. Понятно, что всегда можно и к нам обратиться на частные консультации, чтобы все это разобрать. Прислушаться к интуиции, развивая ее в течение жизни. Это тоже очень важно. Больше находиться в тишине. Поехать на дачу, переехать куда-то в частный сектор. Когда вы находитесь постоянно в матрице. Вот я, например, когда работал. Я себя вспоминаю. Постоянно вот эта вот быстрая жизнь в большом городе. Куда ты бежишь, не успеваешь, едешь, пробки там. То есть это вообще неприятно. И когда кто-то начинает с тобой разговаривать. Поднимать вот эти все темы интересные. О чем я постоянно на канале говорю. То вы не можете даже это воспринять. Вам некогда. У вас мозг забит. Вам надо работать, что-то выполнять. Там начальник сказал, надо туда поехать, что-то сделать. Там на работе то-то, то-то происходит. У вас мозг даже не готов это воспринять. А когда вы находитесь сами с собой наедине. У вас начинают приходить более правильные мысли. Пробиваться через всю вот эту суету, негатив, загруженность. Неготовность мозга правильно реагировать. Потому что мозг работает на разных частотах. Ему нужно периодически давать возможность тишины. Приходить в равновесие. И тогда многие вещи будут разрешаться. Это очень важно. Это нужно делать периодически. Но может быть в какой-то период времени даже пожить. Не один день и не одну неделю, чтобы прийти в себя. На некоторых людей влияет, когда вы периодически в течение жизни меняете место жительства. Или хотя бы несколько мест жительства можно иметь. Периодически просто переезжая туда, сравнивая. Потому что иногда смена места жительства, климата влияет на сознание людей. Люди разные бывают. Под разными углами видите, как живут люди. И так далее. Работа со своим сознанием, со своим внутренним миром тоже очень важна. Я об этом много раз говорил. Сознание, подсознание, некие психологические моменты. Изучение медитации, йоги. Это тоже занимает большой аспект. Помимо физического тела, нужно его поддерживать. Правильно питаться. Больше подходит вегетарианство, веганство человеку. Более медленный переход. Грамотный. Все эти вопросы также мы разбираемся. Когда можно обратиться, узнать все нюансы перехода и так далее. Тело здоровое. Более позитивная жизнь. Когда тело не болит. Вы сами себе нравитесь. Настраивайте себя позитивно. Естественно, жизнь становится другая. Вам легче существовать в этой жизни. Добиваться каких-то успехов на работе. Общаться с друзьями. Общаться с второй своей половиной. Вся жизнь меняется. Все взаимосвязано. Вот эти цепочки. Есть люди, которые просто плывут по течению. Куда жизнь вынесет, туда вынесет. Родители сформировали вам какую-то базу. Вы за нее зацепились и как-то плывете. Сейчас мир будет другим. Сейчас такого уже не будет. Те, кто над собой работают, будут иметь все. Именно в духовном плане. Именно взаимодействие с другими людьми. Именно так, как вы хотели, чтобы к вам бы относились. И у вас будет все. Те люди, которые не хотят менять себя, у них сейчас будут провалы полные. То есть, потом этих людей начнут убирать с планеты. Нужно, конечно же, иметь хороший психологический статус. Это, опять же, воспитание. Потом вы должны работать либо с помощью какого-то наставника. Каких-то планов специальных, внутренних, медитативных. Вот и так далее. Которые будут вас настраивать. Либо вы уже сам развились до такой степени, что можете для себя это все понять, почувствовать и работать над собой. Чтобы психологический статус был всегда устойчивый. Дыхание тоже очень важно. Когда у вас есть какие-то проблемы, есть какие-то методики. На канале тоже я их буду давать. Человек, допустим, дышит. Приходит в себя. И человеку становится гораздо легче. Он берет себя в руки. Отпускает негатив, усталость и двигается дальше. Смотрите обязательно подсказки по жизни, которые подходят. В вашу жизнь приходят. По сторонам чаще смотрят. Кто что сказал. Где что увидели. Какая реклама попалась. На каком фильме включили. Какое число на часах. Все это играет большое значение. Все вот эти моменты, они очень сильно связаны. Когда человек еще не развит. Ему кажется, что вот есть физический мир. И все на физическом плане. Когда человек больше уже начинает развиваться. Заглядывает внутрь себя. Он уже начинает видеть вокруг себя все. По-другому все видит. Понимает, что вы пришли с тонкого плана. Ваша душа находится на тонком плане. Представляя физическому телу, она пришла сюда набираться опыта. Вы должны набираться опыта и в работе. И с финансами, и с семьей, и с друзьями, с работами. Практиковать различные. Набираться опыта в разных работах. И работать над своим внутренним миром. Развивать сверхспособности, чувствительности. Различные ощущения. Интуиция и так далее. То есть можно по-разному это все называть. Во что-то больше углубиться в этой жизни. Во что-то меньше. И так вот вы развиваетесь. Нарабатывайте свой опыт. Всем отличного настроения. Пишите обязательно комментарии. Если будут интересные какие-то видео. Темы. Я обязательно их сниму. И увидимся в новых выпусках. Все доброе. Субтитры сделал DimaTorzok